Анатолий Ермоленко Спасибо вам большое, что согласились с нами поговорить сегодня. Очень много у вас интервью, конечно, званий, призваний, наград. И ваши поклонники наверняка знают о вас все. Поэтому сегодня не хотелось бы нашу беседу строить в таком традиционном формате вопрос-ответ. Я предлагаю поговорить так, как вы это делаете в ваших социальных сетях и на сцене через ваши песни. Пойдет такой формат? Пойдет, да. И когда готовились к программе, с Татьяной обнаружили, что новых песен очень много. Вообще большой уже репертуар. Когда сделаете концерт во Дворце Республики? Я обычно всегда делаю программы к таким датам, к каким-то юбилеям. Да и уже не к датам, потому что этих юбилеев много в последнее время. Но в силу обстоятельств, которые произошли и в личной, и так далее, надо отойти, осмыслить, прийти в себя. И есть у меня материалы много, которые я хотел бы показать слушателям, зрителям. Тем более событий много таких, которые отражены в той или иной мере в нашем репертуаре. Я сейчас готовлюсь. Я думаю, где это его провести. На каком? То ли во Дворце Республики, то ли на Сновянском базаре, то ли в Москве, в Кремлевском или там в Паракус-Сити. И потом здесь, или наоборот, здесь, потом там. Ну, чтобы это было такое мощное мероприятие. Ну, это я так думаю, а как получится? Посмотрим. В апреле 2020 года вы выпустили трек «Устал», который был созвучен очень многим слушателям. Давайте напомним его. Устал. Ходить по струнке и бояться. К дверям метро не прислоняться. В серой толпе не потеряться. Мечтал. Устал. От глаз пустых и слов заумных. Эмоций ложных, споров шумных. Я против умников неумных. Восстал. Устал. В заботах утопать беспечно. Забыл, что жизнь не бесконечна. И судный день уже, конечно, настал. Устал. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Времени, в котором мы тогда жили. Это начало ковида. Локдаун, самоизоляция. Мы должны были сидеть никуда без работы. У меня полетели все запланированные мероприятия, которые были. Мы сидели дома, не выходя. Причем подспудно где-то чувствовалось, что тут что-то не чисто с этим коронавирусом. И что мы каким-то образом отстранены от возможности встречаться с близкими людьми. А в этом-то наша сила. Мы, как никто, любим приходить в гости к своим родителям, к своим родным и близким. Нам сказали, сидеть дома, никуда не выходить, маски туда-сюда. Да, с одной стороны, как бы боязно, с другой стороны, хотелось вот этого всего. Тем более, наша профессия подразумевает контакт со зрителем, со всем остальным. Мы несколько месяцев сидели дома, без выезда, без зарплаты, без работы. Для артиста были такой наиболее уязвимой частью населения. Очень тяжело было. Абсолютно. Такое тяжелое время. У нас не было ни одного концерта. Артисты зарабатывают все время только от того количества концертов, которые зарабатывают. Здесь ничего. Мы перешли на четверть ставки, на которую мы должны были зарабатывать. Потому что мы хозрасчетники. У нас не государственное финансирование. И потом оказалось, что не из чего платить, потому что не хватало на зарплаты. Я обратился к министру нашему в то время. Был министр, попросил подключить у нас какие-то тогда были модные такие трансляции из закрытого зала. Из зала, без зрителей. Он мне сказал, что поскольку вы не государственные, мы вам ничем помочь не можем. Я продал машину для того, чтобы каким-то образом выжить, что-то делать. Творить мы не можем останавливаться. Вот такая ситуация, она плюс ко всем тем проблемам, которые накладываются на каждого человека. Это, может быть, и послужило тем, что вышла такая песня. Эмоциональное, в общем, высказывание. Конечно. В конце концов. Тут ребята поддержали. И сами ребята сделали монтаж. Именно о том состоянии, которое навеяно ковидом. Но вы еще, мне казалось, во многих интервью говорили, что с самого начала вы подозревали, что в этом ковиде что-то нечистое. Абсолютно, да. Мне так и казалось, что это кто-то надуманный. Я и сейчас уверен, что это, конечно, какой-то вирус был, есть. И он, наверное, и будет теперь. И сейчас появляются новые вирусы. И сейчас вбросы какие-то идут. Люди при сегодняшней возможности коммуникабельности. Вот это вот все так легко испугать нас всех, даже разумных людей. Вбросить какие-то такие страшилки. И мы начинаем верить, сомневаться, еще кто-то поддержит, кто-то заинтересован. И в результате получается такая ситуация, что начинаешь бояться. И, во всяком случае, раздражаться. А почему вы думаете, так легко управлять эмоциями людей? И вот почему они ведутся на все это так быстро? Давайте порассуждаем. Чтобы утверждать я не могу, я люблю рассуждать. Мы всегда верили газете, мы всегда верили радио. Мы всегда верили то, что нам говорят. Здесь и так, и так выросло поколение. Молодое поколение меньшее, оно продвинуто более. Вот для них Google авторитетнее, чем все остальные радио. Но, тем не менее, всегда смотришь, что там пишут, что говорят. Такие страшилки были во всем мире. Я даже сел, поехал, мне говорят, у вас тут, в Белоруссии, вообще никто, вы не содержите, вы не соблюдаете никаких карантинов, ничего. У вас тут футбол там, у вас больницы забиты, вы не видите. Я сел на машину, проехал везде ко всем больницам. Да, есть какие-то там движения, люди привозят, но сказать, что там стоят очередя и некуда ложить больных, я этого не видел. И таким образом, ну вот на это поддаешься. Даже неизвестно, сам ли вирус губил или паника, которая сложилась в обществе. Паника, скорее всего, паника, во всяком случае, очень много помешала людям пережить это. Да, 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 я видела, как в поликлиниках, например, реагируют сами врачи на меня, да, даже если я с насморком обратилась. Она была в обществе, да, такая тревога, которая не рассасывалась. Абсолютно, да. И, по-моему, и сейчас она еще продолжается, как вы сами говорите, что нас пугают и дальше, то есть новые вирусы объявляют. Но у вас случилось тоже, очень многие люди пережили утраты в этот период. Тоже мы подступаем к этой тяжелой теме. Ушла ваша любимая супруга. И послушаем композицию «Певчая поля», которую вы посвятили ее памяти. Я сегодня тебя никуда не зову. Субтитры сделал DimaTorzok «Очертания земли» Субтитры сделал DimaTorzok «Певчая поля» Субтитры сделал DimaTorzok «Певчая поля» Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 там на съемках. Конечно, это помогло в какой-то степени, но не так свободно, не так полетно, не так как я показал себя не так, как я могу. Я тебе все песенки щелкал вот так вот. Мне даже все и члены жюри подходили потом, говорили, что мы видим, что у тебя такое состояние. Может, ты скажи для того, чтобы звезду дали, что у тебя такое. Я сказал, никогда я не буду выпрашивать ничего, я никому не буду на своем горе зарабатывать себе какие-то звезды. И вот так получилось, что но зритель, тем не менее, выбрал. Да, вы получили там приз зрительских симпатий. Это самый главный приз. Я тоже считаю, что цене ничего его нет. И подружились, по-моему, армия у вас теперь поклонников и среди народных артистов России. Они пишут вам поздравления. Напомню нашим зрителям, что как раз в ноябре 15-го вы 75 лет отмечали. Скола. 75. Я в паспорт не смотрю. Во многих ваших песнях звучат такие тревожные нотки, как будто мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Надо жить и радоваться, и что бы ни происходило. Но у меня такое ощущение, что вся мы, вся планета начинает жить, так сказать, в обществе развитого дебилизма какого-то. Не знаю, это мои личные выводы, потому что есть все то, что мы пытались сохранить, установить, какие-то связи, контакты. Я сейчас вспоминаю, как к нам приезжали сюда и олимпийские какие-то игры проходили. И у нас было отличное настроение у всех, сколько людей отдыхали, сколько людей радовались. Открывали для себя область, радовались. Да. Вдруг там произошла ситуация, которая все это отодвинула. Я не знаю, не знаю, кому от этого легче. И сейчас давайте порассуждаемся и сравнить девятнадцатый год и теперь сегодняшний. Есть разница в этом? Пострадали все. Да? Конечно. Все пострадали. Тем более, что началась эта ситуация в соседней Украины. И это тоже наша боль. Вы понимаете, сегодня столько много вещей, которые человеку наносит боль, что у меня появилось несколько таких песен. Я не мог мимо этого пройти, кричать, о чем-то говорить. Это, кстати, не моя профессия. Я пою и выражаю свои отношения к каким-то вещам через музыкальное произведение. «Не Бог благословляет войны, Он с теми, в ком жива любовь». Это слова из вашей песни «Боль». Боль, да. Это действительно боль. Рой глаза мои ладонью, Я сердцем вижу эту боль. Не Бог благословляет войны, Он с теми, в ком жива любовь. Он с теми, в ком жива любовь. И каждый ждал от неба знака, И кровь за кровь лилась рекой. А в небе ангел тихо плакал, скорбя о глупости людской. Дмитрий Иванович, скажу, что вы родились в Украине, да, известность к вам пришла в Россию, живете в Беларуси, но для вас это боль просто со всех сторон. Ну и как для многих жителей вообще постсоветского пространства, где у нас все перемешано. А для вас это не боль. А для вас, а для тех, кто смотрит нашу программу. Мы смотрим, это же не войнушка, когда я смотрю, показывают, там бегают возле танка ребята, и вдруг бац, туда ракета. Это не игры. Там чей-то сын, чей-то ребенок, которого растили. Вот эти идеи, которые во имя чего, я не понимаю, кому-то надо собраться и сесть все-таки за стол переговоров и выйти из этой ситуации, потому что иначе мы дойдем до такой глобальной катастрофы, что потом не остановится. А там уже не будет правых и не будет виноватых. Там будут все страны. А вот неизбежная в зрелости переоценка ценностей не повлияла на вашу веру в любовь, взаимопонимание? В эту возможность переговоров? Ну, вы понимаете, я всегда говорил и сейчас говорю, и только уже в этой фразе определенный смысл по-другому звучит. Я в 25 лет считал, что я знаю все. Ну, такой максимальный. В 35 я понял, что я что-то начинаю в чем-то разбираться. В 50 я понял, что я вообще очень мало знаю в этой жизни. Вот сейчас я смотрю и понимаю, что я не только мало знаю, я и мало на что могу влиять. Потому что какие-то вещи я вижу, я понимаю, и мне кажется, что и многие видят так же, как вижу я. но почему это не приносит результатов положительных? Все как-то вот так вот крутится, все вокруг да около. Ну, это же не просто отношения между Россией и Украиной. Если бы третья сторона есть, значит, что-то кому-то мешает. Так бы нашлись, наверное, и решили бы все вопросы. Я думаю, ну, мы-то тут при чем? В принципе, мы просто соседи и попадаем в эту ситуацию. Мы очень хорошо относимся и к той стороне, и к той стороне. И я хочу, чтобы возобладало вот это вот. Нам же дальше жить, детям нашим надо. Надо думать об этом. Здесь, ладно, не нашли вообще язык, но в дальнейшем надо, как выходить из этой ситуации. Вот над чем надо думать, мне так кажется, нашим всем лидерам, всем. И прислушиваться к тому здравому смыслу, который должен быть. Конечно, с возрастом понимаешь какие-то вещи, наверное, уже по-другому, более осмысленно, более глубоко. Мы нормальные люди, мы не хотим ничего такого, чтобы было, мы хотим, чтобы был справедливый, нормальный, справедливый мир. У нас так, тут что-то происходит. Потом так, шух, это мимо этой Беларуси пролетели, и каждый четвертый, или каждый третий уж погиб. Ну, как нам удержаться? И так, слава Богу, что у нас, пока мы держимся. Но мы зависим от обстоятельств, которые вокруг. А мы ненадолго прервемся, напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи», подписывайтесь, задавайте вопросы и предлагайте гостей. Мы на связи. В эфире снова «Скажи, не молчи», и сегодня у нас в гостях народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко. В одной из новых песен, ты помнишь, на стихе Виталия Роменской, вы как раз вспоминаете о тех вещах, которые нас связывали десятилетиями. Все страны, это то, о чем мы говорили с вами в первой части программы. Давайте послушаем. Всегда до зарплаты рублем выручали, проблемы легко и совместно решали. Смеялись, общались и даже ругались, но снова за общим столом собирались. Все было так просто, все было так важно, куда же все это исчезло однажды? Ведь дело не в старых, а в живших вещах и не в ностальгических тех, временах. Мы все изменились, чужими вдруг стали, общаться друг с другом совсем перестали. Зависли в аккаунтах разных сетей и служим примером для наших детей. Крутые смартфоны себе покупаем, а близким при этом звонить забываем. Совсем перестали читать и писать, и смайлами стали слова заменять. Даже по реакции зрителей в зале, да, мы видим, что отвлекается каждое слово в душе у слушателей и у ваших. Ну, получается, ностальгия нам досталась, да, как источник вдохновения. Я очень дорожу тем временем, в котором я живу, в котором жил. я еще со всем молодым парнем, я вот сейчас просматриваю свои, ну, там, пытаюсь написать книгу, она написана, потом, но ее надо дописывать. Это целая история. Просматриваю интервью свои, я еще со всем молодым человеком, лет 30, говорил о том, что чем мощнее будет этот технический прогресс, тем человечнее должны быть мы все, иначе мы отойдем от земли отойдем, от взаимоотношений, и мы станем практически тем, к чему мы движемся. Мы же сидим вот так вот, знакомимся. Здесь правда все. Да, каждая строчка. Абсолютно правда. И это никак, и не какое-то там ретро-глядство или действительно ностальгия. Это просто акцент на том, что нам надо учитывать. Мы от этого никуда не денемся. Это Елисеенко предложил мне Олег, говорит, Анатолий Иванович, вот есть стихи, почитайте. Они меня очень тронули. Он пришла, сказал, делай. Он сделал, мы сделали аранжировку, и Саша Камлюк, мои молодые ребята, и Артем Крещенович, они вот это сейчас молодое поколение. Хочу поделиться своими впечатлениями. Я читала это стихотворение до того, как вы исполнили песню и воспринимала его иначе, потому что вам удалось еще какой-то смысл донести. Кажется, видел и слышал эти строки, уже как мемы сейчас, знаете, в интернете. Ну, прочитал и забыл, да? Но вы ей подарили такую жизнь, я думаю, долго. и она действительно находит отклик, причем, во всей постсоветской точно системе. Там заканчивается, что мы должны все измениться, не лучше ли нам всем измениться, да? А как нам всем измениться, если мы подсажены на эти гаджеты? А нам нужно просто понимать, что это гаджет, что это не замена реального человека, это не способ существования, то есть, эта помощь облегчает жизнь. Я сам чуть что сразу раз пошел, что-то нашел, но мыслить надо своей головой, а не тем, что ты там читаешь. Особенно Google, там же все, можно сейчас, можно не учиться. И мне очень жаль, что я иногда знаю, что даже педагоги говорят своим студентам, ну, найдете там в Google ответ на то или иное задание, и спечатывают дети даже никаких правок. Я говорю, ну, хоть подправьте там пару предложений. Да не надо, все равно они читают, принести, сдал. Вот такой способ учебы. А мы писали сочинения, мы развивали свое мышление, мы пытались вникнуть, понять и выразить свою точку зрения на ту или иную вещь. У нас был недавно в гостях политолог Вадим Францович Гигин. Вот о чем мы сожалеем, о том, что уровень образования, конечно, стремительно, не только у нас, везде, во всем мире падает. Я всегда смотрю и с удовольствием вникаю в то, что он говорит. Это очень грамотный, толковый человек. Причем не на пустом, у него есть основа. Он так все реально... Есть школа фундамента образования. Да, и достойно может разговаривать со всеми. У Соловьева везде, где он не просто стоит, согнув голову, а он может сказать вещи, которые те послушают и должны принять, нравится даже это или нет. Вы как раз в песне «Боль земли», которую исполняли в День народного единства 17 сентября на патриотическом форуме в Минск-арене говорили тоже очень такие острополитические слова. Давайте послушаем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И её сохраним мы детям, чтоб росли на земле своей. По-моему, отличный политический манифест. За чужое не воевали, но своё всегда берегли. Я абсолютно меньше всего думал о политическом. Я просто пел правдивые слова. Там правда. Разве там есть что-то надуманное, что в интересах той или иной политической ситуации. Нет, там просто есть правда жизни. Мы действительно много пережили. Мы действительно никуда не лезли, никому не мешаем, никому ничего не забираем. Мы стараемся жить так, чтобы жить. Что наши дети здесь жили, чтобы внуки, правнуки, чтобы чувствовали себя нормально. И там всё это в этом есть. Так как из-за штоны стопчут сегодня тогда. Это я же сказал, что мы начинаем. Это не от нас зависит. Мы как пыли, мы так жили и живём, и стремимся к лучшему, и стараемся сохранить мир, и стараемся удержать его. И не только для себя, а для соседей наших. А почему так происходит? Ну, значит, что-то есть в мире, что-то происходит. Хотя, ты знаешь, я очень много бываю и в Европе, и в Америке, много раз бывал. Там такие же люди, так же относятся, с огромным уважением. Мне говорят, ой, ты поедешь туда, они там не очень... Да нет, если мы поём, то поём, они всё принимают. Всё принимают точно так. Приходят на концерт. Говорят, ой, не пойдут, потому что вы из Беларуси. Мы приходим и поём, и все ходят на концерты, и все слушают. Всё просто нужно так. Ну, это такая вот... Вот это вот политическая ситуация. Я уверен, что это не люди. Это есть такой политический интерес. Хотя, мне кажется, происходит раздел каких-то сфер влияния, и пройдёт время, и всё вернётся, и мы будем дружить, и выезжать, и ездить. Не знаю, сколько только времени пройдёт, и как выйти вот с этой ситуацией. Да, в том-то и дело, что время идёт, и вырастает новое поколение, которые уже не помнят той общей истории. Да, вот это беда. А новое поколение вырастает на другом. И даже если у нас говорят о том, что мы дружили, те тоже должны так же расти, и это понимать, и принимать. Но, вы знаете, есть всё равно генетика, которая рано или поздно, всё равно мы будем каким-то образом найдём. Потому что очень много пережито в этой жизни. Голос крови сработает, думаю. Я думаю. Ну, и то, что мы понимаем друг друга, ведь это тоже очень важно. Да, языково близко друг к другу находимся. Мне кажется, ну, культура близко. Да, напротив себя, там, славянина, любого. Мы же найдём быстро. Да, это очень хотелось бы, чтобы так было. Не знаю, как это будет. Но, знаете, надо верить и надеяться. И тогда всё это произойдёт. Поэт Леонид Дранько-Майсюк посвятил вам однажды такие слова. Я с вами не развитывался ни коли, ни богом был и ни чаровником, а был я просто вашим Анатолием, а был я просто вашим спеваком. Давайте послушаем безусловный хит в вашем исполнении. Звучит музыка. Звучит музыка. Белорусский язык, можно сказать, смыслообразующая часть вашего творчества. Вам не кажется, что в последнее время молодёжь на эстраде стала ему уделять меньше внимания? Я вижу, что наоборот, как бы там ни было, может быть, в репертуар, может быть, в сегодняшнюю стилистика музыкальная, а мы же хотим всё время идти в ногу с... Ну, короче, короче, мы не смогли, молодёжь наша не может его как вписать в современное состояние музыкального материала, белорусский язык, мне так кажется. Потому что он очень напевный, он лиричный, он очень красивый. Не для рэпа. Почему? Я думаю, что... Если бы я помоложе, я попробовал. Вот, но дело в том, что я не согласен. Можно просто найти, чтобы авторы писали, чтобы сами молодые люди мыслили на этом языке. Я не думаю, что они меньше говорят на белорусском языке. Я, наоборот, мне кажется, что очень многие сейчас, как бы ни говорили, что там с языком проблема, мы не теряем уважение к своему языку. Я не вижу такого пренебрежения, как было, когда я ещё был совсем молодой, когда считалось, что говорить на родном языке, это было немножко моветон такой, знаешь, как деревня. А сейчас нет, это наоборот. Это считается нормально, все хорошо, красиво говорить. И когда заслушаешься, да, когда появляется у нас в студии тоже спикер, который владеет совершенством белорусским языком, это просто удовольствие отдельное слушать его. Наверное, вы правы, сейчас новый виток популярности у языка. Почему я говорю, что у вас много шикарных новых песен, ещё одна из них сейчас прозвучит, она называется «Признание». «Зникну я», «Зник не мы», «Беларусь и станется». Это прям такие философские строки в ней есть. Давайте послушаем. «Зорки узыдуть на чистой воде, И в люстерках озёр заискраться, Мне тут добра, но так, як ниде, Рады я тебе в этом признаться. Я малая частинка твоя, Кали жнитка життя оборветься, Як несумно, а лезник ну я, Сник не мы, Беларусь и станется». Я малая частинка твоя, Кали жнитка життя оборветься, Як несумно, а лезник ну я, Сник не мы, Беларусь и станется». Исповедальная очень история. Это поэт Леонид Прончак. У нас им написано шмат песен, и он такой глубокий поэт. И сейчас я рихтую еще несколько песен, а тут споведь такая. А вот ваша эта вера в Беларусь, знаете, с вами как-то почему-то рядом спокойно, Анатолий Иванович, что вот все будет хорошо, вы умеете вот это вот внушать, вот эту веру в Беларусь, она на чем основана? А на жизненном опыте, потому что что бы ни происходило, жизнь расставит все правильно. Нам не надо суетиться, нам надо спокойно делать свое дело. Не нужно быстрее там что-то догонять, менять, переубеждать. Оно все произойдет рано или поздно, потому что у нас есть голова, мозги и все остальное. И есть какая-то, я все-таки верю, есть какая-то высшая сила, которая все это направляет в нужном направлении. И действительно, так или иначе, жизнь расставит все по своим местам. А вы всегда, вот тогда уже и в 20, и в 30 были таким утром? Я так верю, у меня дедушка священник, но я помню его спокойствие, вот эта рассудительность и все. Не знаю, я когда чего-то достигал, когда мне было 20, 20, 24, 25, когда я стремился к чему-то, что-то достичь в сфере творческой, я был горячий, я был категоричен. Я, вообще-то, достаточно мягкий человек, но у меня появилась какая-то жесткость такая. Я понял, что без твердости руки ничего не сделаешь. Начнется разлад такой, нужно четкая направляющая система. Когда вы возглавили Сибры, да? Да. Вы взяли все в свои руки. Да, да, это непросто, это я себя ломал. Но, тем не менее, так нужно делать, иначе мы, человек, существо такое, только отвернись. Слаб человек, как говорится. Да, 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 я всегда. А можете нам сказать эксклюзивную информацию, как будет называться ваша книга мемуаров? Вы уже придумали название? Это же самое главное. У меня было название «Корабль друзей», который плыл, который где-то... Ну, команда набиралась, менялась туда, и он был под парусами, потом... Ну, такая идея была. Вот. А сейчас не знаю, куда мы плывем, и куда мы приплывем, и на чем мы это... Я вообще думаю вот сейчас, я думаю, может быть, дети допишут мои, потому что очень много за последних несколько лет происходило событий, которые туда не вкладывались. Я хотел, чтобы это была не просто книга, а биография. У нас министерство издавало, там, о творческих деятелях книги, там, ну, не буду называть. Но они биографические такие. Вот родился туда, сделал то-то-то, произведение, там, то-то-то-то-то-то-то-то-то. Это мало кому, в принципе, интересно. Справочная информация. Справочная, да. А я хочу, чтобы по жизни человека, вот несколько эпох произошло на моем пути, казалось бы, маленький промежуток жизни, чтобы те, кто читал, кто еще будет читать, посмотрели и поняли всю глубину происходящего, как формировались те люди. И мы дети и внуки тех, кто завоевал эту великую победу для нашей страны. Как мы уважали их, тех ветеранов, которые приходили. Я в школе видел много героев, приходил из войны или просто солдат. Как мы к ним относились, как мы ценили и уважали их за это. И вот как дальше, как космический корабль запустили, как спутник. Я помню, как Гагарина запустили. И какой это был праздник. Я помню многие вещи, которые... Развал Союза, который произошел. Мы были на гастролях, и вдруг мы узнаем, что вот такая вот ситуация. Мы сворачиваем, мы не знаем, что происходит. Мы сворачиваем гастроли, причем... А потом ребята разъезжаются, ушли. У меня были с разных республик, люди разъехались, границы появились. Такие мы не знали. Потом собрались мы, и все-таки я сказал, ребят, мы сябры, мы друзья. Мы должны делать свое дело. Мы будем петь для всех тех, кто знает, любит и уважает наше творчество. Давайте сейчас ненадолго прервемся. После небольшой паузы снова вернемся в эту студию. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал «Скажи, не молчи». А все наши выпуски ищите на YouTube-канале «Беларусь-1». В эфире снова «Скажи, не молчи». И у нас в гостях народный артист Беларуси, наш спевак и свояк Анатолий Иванович Ермоленко. Вы признавались в одном юбилейном интервью, что в вас заложена одна программа, одно отечество, одна жена, одна семья. Где бы вы ни выступали и сколько бы соблазнов ни было, вы всегда возвращались к своей любимой супруге, в свою любимую Беларусь. Вот эти ценностные различия, они действительно настолько заметны. Вы очень много ездили по миру, да, и дочь ваша живет сейчас не в Беларуси, а за границей. В чем мы разные с европейцами теми же? Мы, в принципе, практически такие же люди, как и там. Просто, может быть, у нас только, вот если вдуматься, крепостное право только 200 с лишним лет назад как отменили, а там этого не было. Там было немножко развитие другое, и они были как бы примером для нас подражания, и мы действительно смотрели, восхищались. И сейчас многими вещами восхищаюсь, потому что там есть что брать. Но мы быстро, так сказать, мы способные ученики, мы впитываем в себя все то положительное, что там есть. И, может быть, даже в чем-то мы обошли. Вот в чистоте, в этой искренности, в этой целомудренности, что ли, я бы сказал, в познании того, что мы видим. Даже, знаете, что читала на эту тему? Ну, кто-то из тех, кто сбежал, говорят, что пожили, потерлись, и понимают, насколько в Беларуси повыше уровень в сфере услуг, развлечений, в сервисах. Эта гражданка писала из Лондона. Из Лондона, да. Она уехала в Лондон, думая, что там будет рай. А оказалось, что мы сделали действительно, вот вы правильно сказали, очень быстро научились. То есть это уровень, понимаете, это уровень, ведь это действительно то, что мы способны дать. Вот как мы вспоминали с вами европейские игры те же, или Евровидение, я все время не устаю вспоминать, когда тут все приезжали и восхищались, говорили, лучше нигде не было организовано. Ну, значит... Да мы нормально все-таки вписываемся в эту историю, которую там мы... Да все наши постсоветские страны тоже вписались бы, если бы хотели принять в эту семью всех нас. Сами послушаем вашу следующую песню, иллюстрацию к вашим словам по поводу того, что мы, в общем-то, не хуже европейцев. Давай. Продолжение следует... Что бы вы показали в Беларуси, чем можно гордиться, чем лично вы гордитесь, и что бы хотели показать приезжим, тем, кто приехал к вам, к примеру, в гости? Ну, во-первых, люди, которые живут в этой стране, знаешь, добрее, искренней, наивней в чем-то людей. Наверное, в мире нет. Вот с нас, нам говорят, это наша толерантность, наверное, это все, или они там поздно доходят до нас. Да нет, мы просто медленно, спокойно движемся туда, в принципе, в развитии, куда движутся все цивилизованные страны. Но мы это делаем не гугатра-то так, бегом скорее и опережая время. Мы это делаем померковно, думающи о том, как это будет, да, осторожно, да, так. И вот эти люди, которые построили замечательные, чистые эти проспекты, которые у нас есть, я возвращаюсь, я всегда восхищаюсь городом. Зайти в Троецкое предместе, где там есть куточек старины, зайти, посмотреть, поехать в Беловежскую пущу, я люблю просто иногда сесть и поехать по трассе, и остановиться, выйти на природу, посмотреть. Но мне, может быть, в этом смысле больше везет, я встречаюсь с людьми, которые высказывают какие-то добрые пожелания, вот, и я вижу только позитив какой-то. Я вообще во всем вижу, стараюсь видеть позитив. Но если здесь не сделано, значит, будет. Нам есть над чем работать. У нас масса вопросов есть, как и в любой стране. Ну, давайте будем все это вместе делать и не молчать, а будем искать, если видим что-то не так, заходите на прием к вашим там райсполкомам, горсполкомам, говорите им конкретную правду, говорите, это надо, нам кажется, что тут, тут, тут. Я так делаю. Конечно, иногда я попадаю, меня могут не понять, но не страшно. Ты же делаешь это во имя того, чтобы было хорошо жить. Критика должна быть конструктивной. И вы же делаете для того, чтобы было хорошо и еще лучше. Вот ваши мотивы. Вот так. Да. Конечно, хочешь, чтобы было еще лучше, чтобы... Но надо понимать, что это не все сразу делается. Мы и так, я уже сказал раньше, что мы и так очень быстро впитали в себя. Как-то было на встрече с руководством, я сказал, что, знаете, творческие люди очень ранимые, и с ними нужно разговаривать другим языком. Надо учитывать то, что, сказав что-то, можешь обидеть его, и импульсивность может как бы заставить человека сделать поступок, за который он будет потом жалеть всю жизнь. У нас никто не хочет противостояния, никто не хочет войны, никто не хочет никаких вот этих жестких мер. Просто вынуждено все. Вот как я вам говорил, что нужно держать, иначе... Нужного поколения. Да, потому что будет... Особенно в это время, когда вокруг очень много происходит таких вещей, которые трудно объяснить. Ну, и трудно удержать действительно в такой ситуации вот этот вот баланс. Хранитель баланса называл. Однажды у нас был в гостях привет Серега, нашего президента. Мне кажется, это точные слова. Хранитель баланса. Ну, Серега в чем-то прав. Да. Если вспоминали мы уже отцы и дети этот проект, я вам задам такой вопрос. Подходите ли вы к новогоднему настроению? Как вы ответите? Новый год это всегда надежды новые. Я всегда мотивирую себя на лучшие. Потому что, ну вот смотрите, вот декабрь сейчас начинается. Сейчас у меня внучка родилась. Правнучка, простите, никак не могу еще. Правнучка, да, мы еще и вас поздравляем с этим событием. Да. У сына день рождения. Там начинается Новый год, начинаются какие-то праздничные мероприятия. Входить надо в Новый год с хорошим настроением. Потом не тащить за собой весь груз этих проблем. Да, останутся какие-то раны, насечки на сердце у каждого. Но нужно все это уметь каким-то образом завуалировать для того, чтобы это не ныло и не взвинчивало тебя. Нужно спокойствие и засучивая рукава, браться за работу и двигаться вперед. Посмотрим фрагмент вашего новогоднего выступления. С Новым годом, земляки! Дай Бог добрые отяньки! Отликал всех нас виражи от него! Сустрогайте Новый год! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, земляки! С Новым годом, земляки! Ансамбль «Себры» исполняется 55 лет. И в следующем году вы планируете создать новую концертную программу «Четвертая четверть». Когда создавали этот коллектив, могли себе вообще даже помечтать о таких цифрах? Нет, мы были молодые и стремились к тому, чтобы нас узнали. Мы были очарованы песнярами, теми песнярами, которые появились. Мы хотели показать, что мы тоже, мы гомельчане, что-то можем, мы сделали. И когда это получилось, я помню, мне было на мой день рождения 25 лет. Я сказал, ну что, ребята, ну давайте еще лет пять поработаем, потом кому мы будем, старики, нужны? И так, потом дальше, 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 дальше. И сейчас мы пытались как-то вот пять лет назад, в восемнадцатом году, сделать концерт, типа прощальный. Но получилось так, что писали зрители, вы что, уходите? Вы что? Зачем? Пойте пока то-то-то-то-то-то-то. И у меня не повернулся язык сказать, что мы заканчиваем. Хотя действительно уже многие ребята ушли. Ушли и виной мир, с которым мы шли. Возраст подпирает, все, ребята талантливые. А пришли молодые, которые готовы работать, рыть все это. Но должен же быть камертон в нашей эстраде, Анатолий Иванович. Нет, но мы пока будем, пока есть силы, пока есть все это, будем делать. Но если я только вижу, что когда мы выходим, и встает несколько человек, зрители, и уходят из зала, я моментально прекращу свои выступления, потому что надо уметь находить разговор с публикой, не только с той, которая была, шла с тобой по жизни всегда, а и с сегодняшним поколением. Пока мне это удается, благодаря моим детям, внукам. Да, и теперь уже и правнукам. Пока еще я и... Поздравляем вас еще раз с пополнением семействия. Есть в этом, конечно, что-то мистическое, что-то он у нас забирает, а что-то дает. И я вижу в этом только позитивный знак. Большое спасибо за ту уверенность, которую вы дарите нам в завтрашнем дне, неизменно, когда мы с вами встречаемся. И долгие лета, Анатолий Иванович, спасибо. Спасибо. А мы, Татьяна Щербина и Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся. До свидания. До свидания. А сейчас говорит Анатолий Ярмоленко. Дорогие друзья, дорогие земляки, мне хотелось бы в эти праздничные дни пожелать вам всего того, что желает каждый нормальный человек себе, своей семье. Пусть в каждой семье, в каждой белорусской семье, и всех тех, кто смотрит нас в телеэфире, пусть в вашем доме будет мир и счастье, пусть в вашей стране будет мир, благополучие и счастье. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши дети поняли все то, чему мы их учим, чтобы они жили в счастливой, красивой, гордой, независимой и любимой нашей стране. С Новым годом! Счастья вам всем! Субтитры подогнал «Симон»!